Пустыми руками приходят в больницу. Знают, что у вас все хорошо и анализы в норме, и обследования проходят. Но, тем не менее, витамины нужны. Константин Сергеевич Федотов в Перхушковской больнице третью неделю. Лег в стационар, чтобы проверить здоровье. День рождения отметит дома 22 марта. Участнику Великой Отечественной войны исполнится 95 лет. Всю жизнь я, начиная со школьной скамейки, как говорится, своего кредо, своими ориентирами считал, что делать людям только добро. Когда началась война, ему было 15. Учился в школе и работал наравне со взрослыми. Девятый класс закончил с похвальной грамотой, а в десятом ушел на фронт. Сначала направили в полковую школу, но и там доучиться не удалось. Нас направили как раз на Белорусский фронт, где при беседе, ознакомлении сразу, я изъявил желание, когда спросил нас начальник разведки, кто желает быть, я изъявил желание быть разведчиком. Прошагал 1800 километров, из них 1300 с боями. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Восточной Пруссии, в Померанской и Берлинской операциях. Первый свой бой отчетливо помнит до сих пор. Пулеметчик немецкий по улице Первомайской в Могилеве не давал пройти нашей пехоте вперед. Поставили задачу нашей группе, вот два-три человека там, уничтожить этот пулемет. Значит, каким образом пройти, чтобы тебя не сразил пулемет? Красноармейцы с задачей справились. Четырех фашистов уничтожили, одного взяли в плен. За это Константина Федотова наградили орденом Красной Звезды. Для многих вы являетесь абсолютно бесспорным авторитетом. Несколько десятилетий прожили в Одинцовском округе и, конечно, унесли огромный вклад и в развитие нашей территории, и самое важное – в воспитание молодого поколения. Андрей Иванов выступил с инициативой присвоить Константину Сергеевичу Федотову звание почетных гражданин Одинцовского округа. Этот вопрос включен в повестку очередной сессии Совета депутатов муниципалитета, которая запланирована на 22 марта, день рождения ветерана. Евгения Августина, телекомпания Одинцова.